Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Добрый вечер в студии Виктория Царева. Прямо сейчас о последних событиях в стране и в мире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В результате трагедии в Турции жертвами стали трое граждан Молдовы, по информации Министерства иностранных дел и европейской интеграции. Из-за буйства стихий в районе Хатай скончались одна женщина и двое несовершеннолетних – члены одной семьи. Пресс-секретарь Медеи Даниэл Воде добавил, что сотрудники посольства в Анкаре ведут постоянный мониторинг и сбор информации о гражданах Молдовы, которые находятся в Турции. С 7 февраля по настоящее время представители посольства пытались связаться с 48 лицами из списка, находящихся в пострадавших регионах, из которых 17 граждан Молдовы сообщили, что они в безопасности, 4 человека обратились за специализированной консульской помощью. Дипломатическое представительство пытается связаться с еще 27 согражданами. Даниэл Воде также подтвердил, что несколько соотечественников уже были вывезены из зоны бедствия. Сообщаем также, что через посольство нашей страны в Бухаресте по согласованию с Министерством иностранных дел Румынии два гражданина Молдовы с двойным гражданством запросили помощь в репатриации из турецкого города Малатья в Бухарест. Речь идет о студентах-медиках, которые находились в Турции в рамках программы «Ерасмус». Эвакуацией занималась румынская сторона. В Медеи отметили, что в Турции работает горячая телефонная линия. Получить необходимую информацию можно и в Молдове. Для этого нужно позвонить в колл-центр Медеи по бесплатному номеру 0800 90 990. Спасатели из Молдовы, отправившиеся помочь турецким властям ликвидировать последствия мощных землетрясений, произошедших 6 февраля, прибыли в Турцию. На границе они пообщались с представителями турецкого агентства по управлению стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями, получив инструкции относительно места дислокации и фронта работы. Представители агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций Турции направили наших спасателей в приграничную с Сирией провинцию Хатай. Они должны прибыть туда вечером 8 февраля. По словам турецких официальных лиц, этот регион – один из наиболее пострадавших от землетрясения. Прибыв на место, спасатели сформируют два рабочих сектора. Первый займется установкой полностью готового к работе полевого лагеря, а второй будет выезжать на поисково-спасательные миссии и обеспечивать безопасность поисковых работ. Чтобы добраться до места назначения, молдавским спасателям еще предстоит проехать 950 километров, преодолевая плохие погодные условия, так как в Турции снегопад. Напомним, 6 февраля Молдова направила в Турцию 55 спасателей, специализирующихся на поисково-спасательных работах в городских условиях. Они поехали на 12 единицах спецтехники. Для спасения пострадавших в Турцию взяли двух служебных собак. Молдавские спасатели будут работать в пострадавшем районе от сильного землетрясения не менее семи дней. В Турции произошло новое землетрясение. В среду сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой более 4 баллов в центральной части страны. В Турецкой республике и Сирии продолжают разбирать завалы. Счет погибших идет на тысячи, пострадавших – на десятки тысяч. По данным Всемирной организации здравоохранения, всего в зоне бедствия оказались около 23 миллионов человек. Спасатели в Турции и Сирии продолжают безостановочно разгребать завалы в надежде найти выживших. Каждая спасенная жизнь не дает силы продолжать работу. Так в сирийской провинции Алеппо из-под обломков удалось вытащить младенца. В турецкой провинции Хатай мама и малыш пролежали под завалами 29 часов и были спасены. На этих кадрах спасение ребенка в сирийском городе Джандарис. Здесь удалось найти и спасти еще двоих детей. Более 1800 человек в Сирии погибли, а тысячи получили ранения. В Турции число жертв превышает 8,5 тысяч. Спасательные работы осложняют мороз, снег и холодный дождь, а также нехватка сил и необходимость работы на огромных пространствах. Землетрясение уже называют сильнейшим в истории региона и масштаб разрушений беспрецедентный. Президент Турции Раджеп Таип Эрдоган объявил трехмесячное чрезвычайное положение в 10 пострадавших провинциях, что должно облегчить управление ликвидацией последствий землетрясения. По словам президента, от землетрясения пострадали 13 из 85 миллионов жителей страны. Я хотел бы напомнить населению, что никто не должен пользоваться дорогами, ведущими в зону землетрясения и внутри нее, если это не крайняя необходимость, а телефонные звонки не должны осуществляться за исключением экстренных случаев. Президент Раджеп Таип Эрдоган сказал, что 70 стран предложили помощь в поисково-спасательных операциях и что Турция планирует открыть отели в Анталье, чтобы временно разместить людей, пострадавших от землетрясений. Молдова – близкий партнер НАТО. И это сотрудничество следует расширять. Об этом после встречи в брюссельской штаб-квартире Альянса с премьер-министром Натальей Гаврилицей заявила зам генерального секретаря Североатлантического Альянса Мерча Джуаны. «На последнем саммите ОБСЕ в Мадриде мы приняли решение увеличить политику поддержки для Республики Молдова, чтобы поддержать ее обороноспособность и независимость. На встрече министров иностранных дел в Бухаресте мы говорили об этой поддержке с министром Попесковым». Мерча Джуаны поблагодарил Молдову за участие в трансграничных проектах, таких как миротворческая миссия в Косово, прием беженцев или, из последнего, быстрый отклик на бедствие в Турции. В свою очередь, глава молдавского Кабмина отметила необходимость расширения диалога. «Та помощь, которую мы сейчас обсуждаем, напрямую повлияет на достижение целей, поставленных перед нашим государством. Это приближение к демократическим стандартам, а также внедрение реформ во всех национальных отраслях, включая повышение устойчивости в области обороны и безопасности». Премьер-министр Республики Молдова Наталья Гаврилица подписала в Брюсселе соглашение о сотрудничестве в области таможни, налогообложения и здравоохранения. Со стороны ЕС подпись под документами поставили еврокомиссар по экономике Пауло Джентилони, и вице-президент Европейской комиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Хинас. «Соглашение о таможенном сотрудничестве позволит нашей стране стандартизировать законодательство и политику в этой области, будет способствовать укреплению административного и IT-потенциала, позволит оперировать с помощью европейских электронных систем и внедрять инновации в области таможенной политики. Подписание программы ЕС-фискалис поможет улучшить обмен фискальной информацией и укрепить административный потенциал, усилить IT-навыки за счет разработки и эксплуатации электронных систем». Третье соглашение между ЕС и Молдовой по продвижению европейского образа жизни в рамках программы ЕС для здоровья касается мероприятий по нескольким направлениям. Речь идет об укреплении системы здравоохранения в целом и борьбе с раком. EO4Health будет способствовать укреплению национальной системы здравоохранения, повышению уровня готовности к чрезвычайным ситуациям, в том числе за счет повышения устойчивости перед лицом кризисов в области здравоохранения. Также программа будет способствовать увеличению возможностей профилактики заболеваний, особенно онкологических, и, что не менее важно, будет способствовать мобилизации средств на цифровизацию здравоохранения и улучшению доступа к качественным медицинским услугам. Будущее Республики Молдова в большой европейской семье. Об этом заявил Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жузеп Боррель во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Натальей Гаврилицей. В Брюсселе Жузеп Боррель подтвердил приверженность ЕС мирному регулированию преднестровской проблемы и высоко оценил реформы, инициированные Кишиневым, особенно в сфере юстиции и борьбы с коррупцией. Кроме того, еврочиновник подчеркнул, что ЕС разработает план действий для Республики Молдова. Мы готовы снизить плату за роуминг между ЕС и Республикой Молдова. Мы будем поддерживать усилия Молдовы по модернизации своей платежной системы, чтобы она могла соответствовать условиям интеграции в единое европейское платежное пространство в евро. Сегодня мы решили выполнить план приоритетных действий для Республики Молдова. Это позволит зоне свободной торговли продвинуться вперед и ускорить доступ Молдовы к единому европейскому рынку. С момента последнего совета мы предоставили помощь на сумму более 1 миллиарда евро. Наши обсуждения также были сосредоточены на внешней политике, политике безопасности и обороне, которые сейчас лежат в основе моей работы в качестве верховного представителя. В свою очередь, премьер-министр Наталья Гаврилица отметила твёрдую приверженность европейскому пути и сослалась на этапы реформ, необходимых для выполнения условий, установленных ЕС, для перехода к следующему этапу переговоров. Европейская интеграция является гарантией развития и модернизации Республики Молдова на основе ценностей, разделяемых с друзьями из ЕС. Я выразила благодарность за постоянную поддержку, оказываемую Республике Молдова. Финансовая помощь, предоставленная ЕС, помогла нам пережить эту зиму. И мы продолжаем рассчитывать на эту поддержку. Мы обсудили реализацию соглашения об ассоциации и обнаружили, что в наших отношениях наблюдается очень хорошая динамика. По итогам Совета Ассоциации Республика Молдова Европейский Союз была принята совместная декларация. В ходе своего визита в Швецию председатель законодательного органа Игорь Гросс провел встречу с молдавской диаспорой, проживающей в Стокгольме. Об этом спикер молдавского парламента сообщил на своей странице в соцсети. Даже находясь за тысячи километров, молдаване связаны с реалиями Республики Молдова и хотят, чтобы наша страна развивалась. Их жизненные истории и активное участие в общественной жизни подтверждают нашу способность вместе добиваться успеха. Я записал их предложения по улучшению бизнес-среды и государственных услуг, и мы поговорили о том, как они могут способствовать развитию страны и нашему страновому проекту вступлению Республики Молдова в Европейский Союз. В Стокгольме Игорь Гросс встретится с председателем Риксдага и представителями нескольких парламентских комиссий, а также с премьер-министром Швеции, министром по европейским делам и министром обороны. В парламентскую делегацию, сопровождающую спикера молдавского парламента в Стокгольм, вошли председатель комиссии по внешней политике и евроинтеграции Дойна Герман, председатель комиссии по нацбезопасности, обороне и общественному порядку Лилиан Карп, председатель комиссии по контролю за государственными финансами Татьяна Кунецки и председатель комиссии по экономике, бюджету и финансам Раду Мариан. Визит официальных лиц продлится до 9 февраля. Так называемый Верховный совет непризнанного Приднестровья обратился к международным участникам процесса молдоприднестровского урегулирования дать оценку действиям молдавской стороны. Недовольство, в частности, вызвано принятым молдавским парламентом законом о сепаратизме. В регионе посчитали, что этот документ может вызвать эскалацию напряженности и дестабилизацию региональной системы безопасности. К моменту подготовки новости к эфиру, Бюро по реинтеграции не отреагировало на декларацию. Глава молдавской делегации в Объединенной контрольной комиссии Александр Флеенке выразил сомнение, что поправки к Уголовному кодексу о сепаратизме могут помешать переговорному процессу между Кишиневым и Тирасполем. Однако многое будет зависеть от того, каким именно образом будет применяться утвержденный закон. 2 февраля парламент принял поправки в Уголовный кодекс, предполагающий наказание за сепаратизм и заговор против Молдовы. Непризнанные ПМР назвали это актом агрессии, направленным на подрыв переговорного процесса между Тирасполем и Кишиневым. Глава молдавской делегации в ОКК к нововведению относится осторожно. Говорит, никто не знает, как будет работать закон о сепаратизме, поскольку правоприменительной практики еще нет. Поможет ли это переговорному процессу и процессу урегулирования конфликта в целом? Нет, не поможет. Способно ли это помешать, предотвратить урегулирование премистровской проблемы или каким-то образом помешать переговорному процессу? Крайне маловероятно. Понятно, что какие-то решения, которые год назад возможно лишь витали в головах в качестве мысли, сейчас материализуются в конкретные решения, в конкретные законопроекты. Согласно новой статье, сепаратистские действия, то есть действия, совершенные с целью отделить часть территории Республики Молдова, будут наказываться лишением свободы на срок от двух до пяти лет. В Приднестровском регионе назвали это подрывом переговорного процесса между Тирасполем и Кишиневым. Это, кстати, разрушает и переговорный контекст, и механизмы диалога, и, по сути, усилия международных участников, включая посредников, и ОБСЕ, и других представителей международных организаций. Представители партии власти в комментарии для издания «Коммерсант» выразили мнение, что после принятия в Молдове поправок, предусматривающих уголовное наказание за сепаратизм, тех же политических лидеров непризнанного региона можно будет арестовать. В то же время на встрече с китайским послом в нашей стране вице-премьер по реинтеграции Олег Серебрян заверил, что принятие этих поправок не помешает переговорному процессу. Правовые положения о борьбе с сепаратизмом, принятые законодательным органом, никоим образом не станут препятствием для продолжения диалога по решению проблемы восточных районов страны. А вот в экспертных кругах склоняются к мнению, что данный законопроект нацелен в том числе на борьбу с политическими оппонентами. Этот закон, я думаю, будет нацелен против тех, кто сегодня каким-то образом мешает плану официального Кишинева идти в сторону Румынии. То есть будут наказывать любое инакомыслие. Как и на левом берегу Днестра, так и на правом. Я понимаю, что таким законом ставятся очень сложные положения и силовые структуры. Вы представляете, какую аргументацию, как надо? Здесь будут очень многие вещи, которые зависят от субъективного фактора. Ведь есть, правда, одна угол зрения, иногда разный. Как быть вот в этой ситуации? Более того, этот закон наверняка не вызовет уважительного понимания среди населения левобережных районов нашей страны, Гагаузской автономии, Северной. Это все наши граждане, вы понимаете? Принятые 2 февраля во втором и окончательном чтении поправки к Уголовному кодексу республики вступят в силу после публикации в официальном мониторе. До этого его должна подписать президент Майя Санду. Из 28 судей лишь пятеро могут претендовать на должность члена высшего совета магистратуры. Только они смогли пройти комиссию привейтинг. Об этом во вторник написал на своей странице в соцсети министр юстиции Серджио Литвиненко. По его словам, инициаторы реформы изначально понимали, что ситуация в системе правосудия тяжелая. Но теперь, как считает Литвиненко, видна вся картина. Как подсчитал министр юстиции Серджио Литвиненко, только 18% судей, подавших заявки в ВСМ, смогли пройти комиссию привейтинг. Я знаю, что есть сомнения по поводу этой комиссии и внутри системы, и за ее пределами. Но это естественно и свидетельствует о том, что мир неравнодушен к системе правосудия. Мы знали, что ситуация в системе правосудия сложная, а теперь у нас есть вся картина. Нет другого способа навести порядок в системе, кроме как провести внеочередную внешнюю проверку. У нас есть обязанности, вытекающие из нашего статуса кандидатов члены ЕС, но для того, чтобы граждане действительно доверяли правосудию, необходим строгий и качественный отбор кандидатов. Мы продолжим идти по этому пути, потому что только он приведет к очищению системы правосудия. Комиссия по предварительной оценке объявила последние результаты оценки кандидатов на должность ВСМ из числа карьерных судей. По данным комиссии, судей Йонг Киртуа, Каурия Люпастика, Марина Русс и Алексей Паниш не прошли оценку. Заключение содержится в мотивированных решениях, которые были разосланы кандидатам. Видеособеседования опубликованы в открытом доступе. Вы не представили данные по резерву наличных денег у вас на 2019 год, согласно декларации национальным органам по неподкупности в 2018 году. Очень правильно вы сказали, в 2019 году, поскольку в 2019 году резервы декларируются на момент подачи документа. Если в этот день у меня не было этой суммы, я не обязан ее подавать. Об этом я говорил и в раунде вопросов и ответов. Есть у вас деньги или нет? Или у вас их не было, поэтому вы данные по этому поводу не указали? Каков ваш ответ? Да. Да, и если в декларации этих данных нет, значит и денег не было. После заявления от 30 декабря, когда было сказано, что неудобные судьи будут подвержены давлению на приветинг, у меня больше нет вопросов к деятельности комиссии. Закон о предварительной проверке кандидата в Высший совет магистратуры. Высший совет прокуроров вступил в силу 16 марта прошлого года. А уже 4 апреля парламент утвердил список экспертов, которые вошли в спецкомиссию по предварительному отбору. От Молдовы в нее вошли трое человек. От внешних партнеров по одному юристу из США, Грузии и Нидерландов. Коррупционные нарушения труднее доказать, чем другие категории преступлений. Поэтому для торжества правосудия здесь требуется больше времени. Более того, при сборе доказательств, несмотря на спешку, должны соблюдаться все права граждан. Мнением в эфире одного из частных телеканалов поделилась глава антикоррупционной прокуратуры Вероника Драголин. Вероника Драголин также коснулась темы резонансных дел. Она утверждает, что понимает повышенный интерес общества к наказанию тех, кто разграбил государство. В то же время, по ее словам, доверие к юстиции строится не на приговорах, как на конвейере, а на соблюдении всех законных процедур. Для меня это означает, что юстиция работает. Если бы через ночь у нас выносились бы обвинения налево и направо, то для меня это означало бы, что мы, по сути, не живем в правовом государстве. Поэтому юстиции нужно время, потому что мы должны уважать закон. Я понимаю, что у граждан есть ожидания, они хотят видеть результаты. Они хотят, чтобы людей посадили в тюрьму и конфисковали деньги. Я понимаю, почему граждане этого хотят. Но мы должны соблюдать все нормы. Мы не можем так просто забирать людей из домов и сажать их в тюрьму. Мы должны честно и ответственно следовать процессу сбора доказательств, что и происходит сегодня. По данным главы антикоррупционной прокуратуры, в 2022 году из общего количества дел, направленных в суд, по 75% был вынесен обвинительный приговор. В остальных 25% были вынесены оправдательные приговоры. Это означает, что в некоторых случаях бывает так, что истек срок давности. Иногда дело закрыто, или судья, анализируя доказательства, не пришел к такому же выводу, как прокурор. Такие дела есть, но в подавляющем большинстве дела, которые антикоррупционная прокуратура направляет в суд, заканчиваются обвинительным приговором и соответствующим заключением. Это есть в большинстве дел, которые доходят до рассмотрения. Вероника Драголин также упомянула о прогрессах в процедурах ареста и конфискации имущества. По ее мнению, шансы Республики Молдова найти и вернуть деньги, незаконно вывезенные из страны, со временем только падают. Если пройдет больше времени, очень вероятно, что актив продадут кому-то другому. И вернуть его со временем будет только сложнее. Нам, нашей команде, удалось арестовать активы, найденные здесь, в Молдове, в первую очередь. Но и с границей у нас есть прогресс. Представители бухгалтерского сообщества направили открытое письмо в адрес высшего руководства страны. Они пожаловались, что Министерство финансов отказывается давать разъяснения по некоторым спорным статьям законодательства и просят в том числе администрацию президента дать правовую оценку или повлиять на действия представителей государственного учреждения. Администратор группы в социальных сетях «Контабил Ньюс» Елена Иворская в интервью нашему телеканалу рассказала, что сообщество насчитывает свыше 23 тысяч участников, специалистов в бухгалтерии, кадровых вопросах и других областях. В группе обсуждаются вопросы, связанные с трактовкой некоторых разночтений в законодательстве. Мы все время писали в Минфин на e-mail. «Добрый день, такой вопрос» и я подписывалась как администратор группы. Они отвечали уже, говорю, несколько лет. На большинство вопросов, то есть процентов 90, может даже больше, которые возникают, мы ответы находим друг у друга. То есть мы специалисты, мы знаем законодательство. И чаще всего находится кто-то, кто, допустим, нашел. Теперь, значит, в декабре на все наши, на наши письма получаем письмо без номера нашего, входящего без даты, на которое они отвечают, что они, к сожалению, отвечать больше не могут. В письме бухгалтеры обратились к президенту с просьбой дать оценку, может ли госорган отвечать подобным образом на письменные запросы. У нас было благотворное сотрудничество с Минфином в прошлые годы. К примеру, когда принимали положение об амортизации основных средств в целях налогообложения, мы были приглашены на три или даже на четыре заседания по обсуждению проекта. И даже есть несколько пунктов, которые приняли в средстве наших настойчивых объяснений, что так нужно. То есть, да, тогда было и не только с этим положением, и по другим ситуациям нас приглашали. В прислужбе правительства нашему телеканалу подтвердили, что письмо было зарегистрировано и отправлено к исполнению. Сообщаем вам, что письмо зарегистрировано в государственной канцелярии и направлено на рассмотрение в соответствии с полномочиями. Заявители получат ответ в установленный законом срок. За реакцией наш корреспондент обратился в пресс-службы администрации президента и Министерства финансов. Там пообещали изучить вопрос и представить позицию ведомств позже. Однако к моменту выхода материала в эфир редакция так и не получила ответы. В случае, если они будут получены, наш телеканал выдаст их в эфир в следующих выпусках новостей. Национальный банк Молдовы снизил базовую ставку на 3% пункта. Теперь она составляет 17%. Об этом заявил в рамках брифинга глава учреждения Октавиан Армашу. Исполнительный комитет НБМ в рамках заседания 7 февраля 2023 года единогласно одобрил следующее решение. Базовая ставка, применяемая для основных операций краткосрочной денежной политики, устанавливается на уровне 17%. Глава НБМ рассказал и о эволюции ставок по кредитам. Базовая ставка по кредитам Овернайт устанавливается на уровне 19% годовых, по депозитам Овернайт на уровне 15% годовых. Это второе снижение базовой ставки за последние два месяца. До этого, начиная с 2021 года, она только повышалась. Октавиан Армашу подчеркнул, что решение обусловлено подтверждением октябрьского прогноза и перспектив снижения годовой инфляции. Он также добавил, что на следующей неделе будут представлены отчеты об инфляции и новые прогнозы. В 2025 году могут завершиться работы по строительству линии электропередач вулканишто-Кишинев. Это один из проектов, обеспечивающих энергетическую независимость страны. Об этом сообщил госсекретарь Министерства инфраструктуры Константин Барасан. Чиновник заверил, что параллельно со строительством этой линии кишиневские власти планирует также строительство линии Бельцы-Сучава. Эксперты в области энергетики говорят, что если проекты правительства будут реализованы, Республика Молдова станет частью системы НСОЕ отдельной от Украины. Продолжение работ линии электропередач Кишинев-Вулканишто является для нас приоритетом, а именно снижение технической зависимости, потому что сегодня линия Исаакча-Вулканишто проходит через Молдавскую ГРЭС, пока не дойдет до Кишинева. К 2025 году эта линия будет завершена. 20% успеха мы планируем достичь в этом году. До конца февраля будет завершен исполнительный проект. Параллельно были протестированы на прочность все типы столбов. Мы оптимисты в вопросе завершения проекта. Барасан также отметил, что власти заинтересованы в расширении взаимоотношений с Румынией. Мы понимаем, что нам необходимо увеличить взаимосвязь с Румынией. Уже завершено технико-экономическое обоснование линии Бельцы-Сучава. Мы ведем переговоры с партнерами по финансированию, Европейским банком реконструкции и развития, Европейским инвестиционным банком и ЕС, предназначенной для станции Back to Back на эту линию. Речь идет о почти 40 миллионах евро. Между тем, еще один приоритет правительства – диверсификация источников природного газа. Существует вероятность того, чтобы наша страна импортировала природный газ из Египта. Об этом сообщил премьер-министр Румынии Николай Чуке. Чиновник выразил уверенность, что вместе с египетскими партнерами Румыния найдет решение для поставки необходимого стране объема газа, а также для оказания поддержки Молдове. Экспертиза и транспортные сети, которыми мы располагаем, являются важными активами, позволяющими квалифицировать нашу страну как партнера проектов, разработанных совместно с египетскими инвесторами в области нефти и газа. Продолжаются и консультации на уровне экспертов, а также между оператором румынской национальной газотранспортной системы «Трансгаз» и египетской дочерней компанией «Ении», обеспечивающей 60% газа, необходимого для потребления этой страны. Правительство намерено компенсировать счета конечных потребителей за газ, свет и центральное отопление в следующем году. Хотя окончательного решения по этому поводу пока нет. Такое заявление сделал на частном телеканале министра труда и социальной защиты Алексей Бузу. Бузу также сообщил, что в следующем году гражданам не придется снова регистрироваться на платформе компенсации.gov.md, а те, кто еще не зарегистрировался, смогут это еще сделать. Напомним, что Министерство труда и соцзащиты с 12 октября запустило информационную систему «Энергетическая уязвимость» — онлайн-площадку, позволяющую регистрировать и обрабатывать заявки на компенсацию расходов населения на энергопотребление. Платформа была создана правительством при финансовой поддержке Европейского Союза и властей Словакии, предложенной в рамках программы «Устранение последствий энергетического кризиса в Республике Молдова», реализуемой ПРООН в нашей стране. Мы прервемся на короткую рекламу, после которой продолжим выпуск. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В ходе переговоров между Апоканал Кишинев и Премьер Энерджи о погашении исторических долгов поставщик электроэнергии не будет прибегать к отключениям. Информацию нашему телеканалу подтвердила вице-мэр Кишинева Ирина Гутник. Мы пришли к соглашению, что задолженность по ежемесячному счёту будет погашена. По историческому долгу ещё идут переговоры. Мы будем искать решение, как погасить этот долг. По крайней мере, мы договорились, что пока идут переговоры по поиску решений по расчётам, мы получили все гарантии, что отключений не будет. Между тем, муниципальные советники партии социалистов выступили с рядом рекомендаций для правительства и комиссии по чрезвычайным ситуациям, чтобы решить проблему Апоканал Кишинев. Мы предлагаем парламенту и комиссии по чрезвычайной ситуации запретить Премьер Энерджи отключать такого стратегического поставщика воды Апоканал от потребления электроэнергии. Второе. Мы предлагаем в срочном порядке, это краткосрочное решение, комиссию по чрезвычайной ситуации, изменить методологию расчёта тарифа на воду, для того, чтобы улучшить финансовые показатели Апоканал. В связи с чем мы предлагаем? В срочном порядке утвердить регламент внесения всех предприятий Апоканала как стратегических предприятий и компенсировать разницу в электроэнергии, тарифов в электроэнергии напрямую Премьер Энерджи. В то же время представители ПСРМ в муниципальном совете предложили провести публичный аудит финансового положения Апоканал. В свою очередь на запрос о реакции в прислужбе правительства заявили для нашего телеканала, что системные проблемы на предприятии и поставщике воды намеренно втянуты в поле политических споров, чтобы скрыть некомпетентность и плохое управление. Из-за положительных тарифных отклонений более чем на 377 миллионов леев на сегодняшний день учреждение стало неплатежеспособным. За этой ситуацией стоят системные проблемы управления и администрирования, которые довели Апоканал до нынешнего положения, в котором есть недостроенные инвестиционные объекты, за которые в то же время проводится оплата, убытки более 30%, необоснованное повышение зарплат административному блоку, игнорирование процесса возврата долгов от злостных неплательщиков, а также другие проблемы, которые не брались во внимание. Правительство ждет результатов финансовой проверки, чтобы подробно изучить действия, из-за которых Апоканал достиг такой ситуации. При этом должно быть ясно одно – деньги граждан не должны покрывать допущенную некомпетентность и бесхозяйственность. Напоминаем, что в рамках заседания профильных служб города в понедельник вице-мэр муниципия Кишинев Ирина Готник представила данные о финансовом положении компании Апоканал Кишинев. Чиновница рассказала, что общий долг компании на начало февраля составляет 135,8 миллиона леев. Снег продолжает доставлять головную боль водителям и дорожникам. В госадминистрации дорог сообщают, что с 7 по 8 февраля на экстренный номер 112 обратились 7 человек. Столько же людей попросили помощи у специалистов дорожных служб республики. В целях повышения степени безопасности дорожного движения на дорогах республиканского значения на расчистку от снега было направлено 146 единиц спецтехники и 166 дорожных рабочих. В этот же период было распределено почти 2000 тонн реагентов и 150,5 тонн технической соли. Отметим, что сложные погодные условия наблюдаются преимущественно на юге и севере Молдовы. В районах Флорешты, Неспорены, Калараш, Унгены, Кагул, Тараклия, Лиова, Каушаны. Дорожники продолжают патрулирование и занимаются снегоуборочными работами. В госадминистрации дорог просят водителей по возможности откладывать несрочные поездки, а в случае необходимости убедиться, что автомобиль оснащен инвентарем для зимних условий передвижения. В Молдове продолжают дешеветь основные виды горючего. С 9 января бензин потеряет в цене 11 банов и дизельное топливо – 32 бана. Об этом сообщило Национальное агентство по регулированию в энергетике. Таким образом, литр бензина А95 будет заливаться по 25 лев 12 банов. За дизельное топливо водителям придется заплатить 20 триле 34 бана. Внимание у водителей! Дорожное движение по столичной улице Архангел Михаил на участке между проспектом Григорьевиеру и улицей Петру Рариш будет закрыто до 19 апреля. Патрульные инспекторы будут регулировать дорожное движение на тех участках дороги, где движение затруднено. О других событиях в рубрике «Короткой строкой». 17 января по 6 февраля на участие в программе «Примакассы» подал заявку всего один человек. При этом за последние 40 дней лишь 5 человек приобрели жилье в ипотеку через эту программу. По данным Министерства финансов, всего с момента запуска госпрограммы участники купили 8102 единицы жилья со средней площадью почти 61 квадратный метр. Отметим, в начале этого года ставки на ипотечные кредиты «Примакассы» выросли на минимум 2% и превысили 14% годовых. В этом году будет открыт новый учебный блок теоретического лицея «Гиперион» в Дурлештах. Блок построен, а средства выделены муниципалитетом. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр Кишинева Ион Чибан. Ввод в эксплуатацию нового корпуса позволит организовать занятия в одну смену почти для 1600 учащихся. В настоящее время, отметил мэр, ведутся работы по монтажу систем отопления, электроснабжения, противопожарной защиты и вентиляции. Пианистка из Молдовы Елизавета Король завоевала гран-при на международном конкурсе молодых пианистов имени Фредерика Шопена, который прошел в эстонском городе Нарва. Как сообщило посольство Молдовы в Эстонии, девушки вручили также диплом за артистизм и вдохновение. Пианистки аккомпанировал симфонический оркестр Нарвы. До конца текущего года в Резинском районе будет создано более 145 рабочих мест, запущено 26 предприятий и сформировано не менее 24 микро- и малых предприятий. В то же время более тысячи жителей, включая социально-изолированных людей, воспользуются возможностями, предоставляемыми местным партнерством по трудоустройству. Сумма проекта составляет около 215 тысяч долларов. В Бельцах открываются бесплатные курсы румынского языка для граждан Молдовы и беженцев из Украины. Занятия будут проходить в Бельском университете имени Олегу Руссо. Организаторы планируют набрать две группы, по 20 человек в каждой. Чтобы записаться на курсы, нужно заполнить заявку, указав личные данные и мотивацию изучения румынского языка. Приднестровские производители все больше ориентируются на европейские рынки. По данным Бюро по реинтеграции, в 2022 году экспорт из регионов стран ЕС составил 67%, показав 10-процентный рост за последний год. При этом в первую пятерку стран ЕС, на долю которых приходится более 80% приднестровского экспорта, входит Румыния, Польша, Италия, Германия и Словакия. Напомним ранее, глава делегации из Молдови Янис Мажейкс заявил, что левобережье Днестра тоже интегрировано в ЕС. 14 февраля в Молдове будет отмечаться Национальный день чтения. В связи с этим парламент начал кампанию по популяризации чтения. Депутат партии действий «Солидарность» Анжела Пажога-Мунтиану обсудила со школьниками, которые побывали на экскурсии в законодательном органе, что такое чтение, а также узнала о литературных предпочтениях юных читателей. Я где-то прочитала, что книга делает нас более чуткими, но сегодня, как и в последнее время, у нас проблемы в этом отношении. Почему-то мы менее чуткие. Не все из нас, но есть такая проблема. Вот поэтому давайте читать, призывать наших коллег к чтению, обсуждать прочитанные книги, потому что Национальный день чтения должен быть таким же важным, как и День румынского языка, потому что они каким-то образом связаны. В свою очередь, школьники высказали свое мнение о том, что даже в век информационных технологий читать необходимо и очень полезно. Это очень нужно, потому что читаем и развиваем свой творческий потенциал, расширяем словарный запас, и таким образом будем в курсе всей информации. В некоторых школах всё строится только на учёбе, но, с другой стороны, я считаю, что дети должны читать и про финансовое образование, чтобы справиться в жизни. Национальный день чтения отмечается в этом году впервые. 31 марта 2022 года парламент Республики Молдова единогласно принял проект постановления об учреждении Национального дня чтения 14 февраля, в день рождения великого поэта Григория Виеру. Китай превзошёл Соединённые Штаты по числу наземных пусковых установок межконтинентальных ракет. Об этом американские военные уведомили Конгресс США. Информацию на этот счёт публикуют американские СМИ, которые ссылаются на официальные документы. И американских чиновников тревогу по этому поводу выразили высокопоставленные республиканцы. Четыре члена Республиканской партии, входящие в состав Комитета Палаты представителей Сената по вооружённым силам, заявили, что информация о ядерном потенциале Китая, указанная в письме командующего ядерными силами США, является предупреждением о том, что арсенал Пекина увеличивается быстрее, чем ожидалось, пишет политикум. Другое американское издание Wall Street Journal указывает, что после появления данной информации глава Комитета по вооружённым силам Палаты представителей Майк Роджерс заявил, что Вашингтон не может допустить паритета по межконтинентальным баллистическим ракетам с Пекином, поэтому для США пришло время увеличить возможности для противодействия этой угрозе. Майк Роджерс также сказал, что договор о стратегических наступательных вооружениях, который подписали Россия и США в 2010 году, устанавливает ограничения на силы дальнейшего радиуса действия и тем самым мешает Вашингтону наращивать свой арсенал, отмечается в статье. Ещё издание пишет, что по числу самих ракет и ядерных боеголовок на этих ракетах США всё ещё превосходят КНР, и что сторонники контроля над вооружением считают нужным для США не пытаться превзойти ядерные силы Китая и России, а продолжать диалог с последней и попытаться договориться с КНР об ограничении над ядерными боеголовками. Военно-морские силы США распространили фотографии того, что осталось от сбитого китайского дирижабля, пролетевшего в конце недели на территории США и Канады. В субботу его сбили над Атлантикой у берегов штата Южная Каролина. С тех пор водолазы прочесывают дно, чтобы собрать максимальное количество обломков, изучить технические возможности и предназначение шара. На фотографиях, размещенных в Facebook американским военно-морским командованием, можно рассмотреть крупные обломки, поднимаемые из воды на лодку. В посте говорится, что подъёмом занимаются специалисты взрывотехники флота. По словам американских официальных лиц, дирижабль был высотой около 60 метров, а его гондола сопоставима по размерам со среднемагистральным самолётом. И весила сотни, а то и тысячи килограммов, передаёт BBC. По данным ВМС США, в подъёме обломков участвуют два судна, а одно из которых оснащено мощным краном для тяжёлых грузов. Также для поиска фрагментов используются подводные аппараты. По словам координатора по стратегическим коммуникациям в свете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, Соединённые Штаты не планируют возвращать Китаю обломки сбитого аэростата, так как Вашингтон намерен их изучать для понимания возможностей летательного аппарата. В свою очередь, бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в его президентство над территорией страны китайские разведывательные шары не летали и назвал очередной дезинформацией сообщения СМИ о том, что в годы его правления аэростаты-шпионы минимум трижды были замечены над территорией Соединённых Штатов. Об этом он написал в социальной сети. Ранее заместитель госсекретаря США Венди Шехман провела брифинг для примерно 150 дипломатов из 40 стран-союзников и партнёров, чтобы ознакомить их с выводами разведки, пишет Вашингтон-Пост. Китай, в свою очередь, признал, что сейчас в воздухе находится ещё один воздушный шар, тоже гражданский, избившийся с курсом. Чтобы урегулировать все вопросы, США запросили телефонный разговор американского министра обороны Ллойда Остина с его китайским коллегой, однако КНР отказала. Об этом сообщили в Пентагоне. Китай это заявление пока не комментировал. Владимир Зеленский отправился в Великобританию с необъявленным визитом. Это первая поездка украинского президента в Англию с начала военного конфликта. Зеленский заявил, что прибыл в Британию, чтобы лично поблагодарить за помощь Украине. О неанонсированном визите Владимира Зеленского сообщили на Даунинг-стрит утром. Британский премьер-министр подчеркнул, что визит президента Зеленского является в том числе свидетельством нерушимой дружбы между двумя странами. Отдельно Решесунок подчеркнул, что Лондон намерен расширить подготовку военнослужащих ВСУ от солдат до морской пехоты и пилотов-истребителей. По данным Даунинг-стрит, за последние шесть месяцев Британия подготовила 10 тысяч украинских военных, а в этом году планирует подготовить еще 20 тысяч. Решесунок посетил Киев 19 ноября 2022 года, спустя месяц после своего избрания премьер-министром Великобритании. Отмечается, что после поездки в Великобританию Зеленский полетит в Брюссель на саммит лидеров Евросоюза, который состоится 9-10 февраля. Министерство обороны Германии, Нидерландов и Дании объявили, что выкупят у производителей минимум 100 танков «Леопард-1» для их последующей поставки в Украину. Кроме того, ФРГ обещает передать украинским военным до конца февраля дополнительное количество управляемых ракет для противовоздушной обороны. Министерство обороны Нидерландов уточнило, что танки будут куплены непосредственно у немецкого производителя и переданы Украине в ближайшие месяцы. Министр обороны Нидерландов Кайса Олленгрен сказала на пресс-конференции, что «Леопард-1» – это пусть и старый, но модернизированный и вполне пригодный танк, пишет Рейтер. Еще 176 единиц Киев получат от Германии. О том, что Совет безопасности правительства ФРГ одобрил их передачу, сообщает Шпигель. По сведениям немецкого издания, часть этих танков может быть передана в середине этого года, а большую часть Украина сможет получить только в следующем. Кроме того, к концу февраля Германия передаст Украине дополнительное количество управляемых ракет для противовоздушной обороны, а также пять зенитных танков «Гепард» и еще пять инженерных танков «Батгер». Об этом после встречи с Владимиром Зеленским сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус, пишет украинский сайт РБК. При этом министр обороны Германии заявил, что о поставках боевых самолетов в Украине не может быть и речи. Владимир Зеленский, в свою очередь, поблагодарил Берлин за решение передать Киеву боевые леопарды. В целом, союзники Украины пообещали Киеву много оружия, но на это все потребуется время. В пути из Испании находятся 20 бронетранспортеров М113. Их отправляют на грузовом судне из Бильбао на базу НАТО в эстонском Таллине, а затем повезут к границе Украины, передает Евроньюз. Тем временем, накануне министр обороны России Сергей Шойгу предупредил, что дополнительные поставки оружия могут привести к еще большей эскалации конфликта. На фоне дополнительных поставок оружия на Западе отмечают, что в ВСУ тратят слишком много боеприпасов, пишет Financial Times. Издание ссылается на исполнительного директора норвежской компании NAMA, производящей стрелковое оружие, по словам которого, Украина производит примерно 5-6 тысяч артиллерийских выстрелов в день. Это, по его словам, объем ежегодного заказа боеприпасов в небольшого европейского государства в мирное время. В украинском Минобороне данное заявление пока не прокомментировали. В связи со штормом в Черном море власти Одессы объявили о повышенной минной опасности. Жители предупредили о высокой вероятности срыва морских мин с якорей и прибивания к берегу, а также их дрейфования вдоль побережья. По данным синоптиков, порывы ветра достигли 15-20 метров в секунду. Напомним, в начале января в Одесской области обнаружили и уничтожили противокорабельную мину, которую штормовое море вынесло на побережье. Французские фермеры рано утром в среду пригнали сотни тракторов в Париже в знак протеста против ограничений на использование пестицидов и других экологических норм, которые, по их мнению, угрожают сельскохозяйственному производству в крупнейшей сельскохозяйственной стране Европейского Союза. Как сообщает Рейтер, акция последовала после решения суда ЕС в прошлом месяце, который отменил французскую политику, позволяющую производителям сахарной свеклы использовать запрещенный инсектицид. Производители считают, что в результате последует сокращение пассивных площадей и закрытие сахарных заводов. Они предупредили, что импорт сельскохозяйственных культур, на которые не распространяются аналогичные ограничения на пестициды, будет угрожать французским рабочим местам. Экологические активисты говорят, что остатки пестицидов наносят вред почве и дикой природе. По данным профсоюзов, к протесту присоединились 500 тракторов и 2000 фермеров. После серьезных потерь урожая в 2020 году, Франция предоставила производителям сахарной свеклы освобождение на срок до трех лет от соблюдения ограничений на использование химикатов. Правительство готовило третье и последнее ежегодное разрешение на урожай сахарной свеклы 2023 года. В Японии проснулся вулкан Сакурадзима, расположенный на острове Кюсю. По данным Национального метеорологического управления, извержение произошло в кратере Сёва. Дым из него поднялся на высоту около 1 километра, однако эвакуация в прилегающих поселках не объявлялась. Кроме того, пока нет информации о влиянии на авиасообщение в регионе. Сакурадзима – один из самых активных вулканов в Японии. Он расположен на полуострове в заливе рядом с крупным городом Кагасима. Высота горы составляет около 1100 метров. В прошлом году вулкан извергался в июле и декабре. В Перу в результате наводнений с хода оползней, вызванных проливными дождями, погибли 40 человек. Тысячи людей лишились крова. В провинции Харикино, принявшей на себя удар стихии, объявлено чрезвычайное положение. Поисково-спасательные операции продолжаются. Президент Перу Дина Булуарта осматривает с воздуха район на юге страны, где недавно сошел смертоносный оползень. Среди погибших есть дети. Еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Оползень сошел в регионе Арекипа, близ города Секоча, который расположен на берегу реки. Бедствию предшествовали сильные дожди. Разрушены десятки домов, более трех сотен повреждены и тоже могут рухнуть. Жители пострадавших кварталов пытаются найти уцелевшие вещи. Оползень возник из ниоткуда, и мы отчаялись. Мы даже не смогли взять одеяло. Мы с криками бежали, схватив детей. Гуманитарную помощь в пострадавший район присылают по воздуху, поскольку оползень разрушил дороги. В феврале в этой части Перу сезон дождей, которые зачастую приводят к подобным катаклизмам. Огненный торнадо попал на видео в Чили, где продолжаются беспрецедентные для региона лесные пожары. Они бушут с декабря, и теперь ситуация ухудшилась. Огонь подступил к жилым домам. Уничтожено более тысячи строений. За неделю выгорел лес на площади 45 тысяч гектар. Это больше, чем в среднем за год. В ряде районов объявлено чрезвычайное положение. Сообщается, что стихия унесла жизни более чем 26 человек. На этом выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Продолжение следует...